В ходе массовой кампании по исчислению имущественных налогов в 2020 году за 2019 год Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России номер 22 по Московской области было произведено исчисление имущественных налогов на общую сумму 3 миллиарда 222 миллиона рублей. 1 декабря единый срок уплаты имущественных налогов. Этой теме посвятили пресс-конференцию Межрайонной ФНС России номер 22 по Московской области. Хотелось бы обратить внимание наших налогоплательщиков, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год и налога на доходы физических лиц по налоговым уведомлениям в этом году не позднее 1 декабря 2020 года. По состоянию на текущую дату поступление по имущественным налогам с физических лиц в настоящее время составляет 1 млрд 247 млн рублей. В том числе налог на имущество физических лиц 264 млн рублей, транспортный налог 465 млн рублей, земельный налог 518 млн рублей. Налог на доходы физических лиц в части начисления по уведомлениям поступило порядка 27 млн рублей. Для уплаты налогов можно воспользоваться электронными сервисами на сайте ФНС России, обратиться в ФНС России, произвести уплату в почтовых отделениях, а также через платежные терминалы банков. По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность по имущественным налогам физических лиц составляет 2 млрд 280 млн рублей. В том числе задолженность по сроку уплаты 2 декабря 2019 года 820 млн рублей, что составляет 25% от начисленных сумм. В прошлом году мы начислили 3 млрд 338 млн рублей. То есть у нас 75% налогоплательщиков исполнили свои обязанности в установленный срок. Рискориентированный подход при проведении выездных налоговых проверок – еще одна важная тема. За последние годы произошли значительные изменения в этом направлении. Переход на новую модель контрольно-надзорной деятельности ФНС связан с разработанной и утвержденной концепцией планирования выездных налоговых проверок. Целью концепции было создание единой, открытой и понятной для налогоплательщиков и налоговых органов системы планирования выездных налоговых проверок. Были разработаны и опубликованы 12 критериев, по которым проходила идентификация рисков и определение количества и направления планируемых контрольных мероприятий. Они актуальны и на сегодняшний день. На их базе формируется перечень налогоплательщиков для предпроверочного анализа. Важным на сегодня изменением системы планирования проверок является информирование об установленных рисках. Налоговые органы, прежде чем принять решение о проведении выездной проверки, приглашают налогоплательщика и раскрывают ему информацию о нарушениях, установленных в рамках предпроверочного анализа. Задача налоговой службы – обеспечить уплату налогов и в первую очередь самостоятельно налогом плательщиками. Риск-ориентированный подход дает возможность расставлять приоритеты при определении объекта и цели проверки. Евгения Галяева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.